СДЕЛАНО В ВЕТКИ С ДЕЛАНО 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 В ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ С ДЕЛАНО В ВЕТКИ С ДЕЛАНО В ВЕТКИ С ДЕЛАНО ВВЕЛИКОВ 눈 camera Музей, чтобы были частные лекции, но под одной крышей был бы такой ретроавтомобильный музей, вот все говорят, ура, ура, идея замечательная, а вот денег нету, помещений нету, ну может что-то стронится, а так были из машин традиционные ГАШ-67 и Победы, и масса была Волг, разные модификации 21-х, и новинка сезона, это был шоу-стоппер, гвоздь программы, это инвалид, в народе прозываемая Моргуновка, по фильму операции, знаменитый Юрий Веснин ездил с надписью своей кронной, пленных не беру, раненных не бросаю, движок сзади, охлаждение воздушное, на всех фотографиях она по-моему запечатлена, впервые она поучаствовала в выставке, впервые, хотя он заглох там пару раз, но тем не менее победно и триумфально завершил пробег. В общем, сейчас, кроме как 9 мая, если нет личных контактов с коллекционерами, к сожалению, не посмотрите. На лето есть планы, может быть куда-то устроим и пробег небольшой, может быть будут и локальные выставки, ну конечно, вот масштабы 9 мая, они собирают у нас всех участников, даже приезжали люди из районов, ну посмотрим, все зависит от предложений. Итак, я предлагаю сейчас нам всем вместе перенестись в май 45-го года, да, сегодня мы посвятили эту программу послевоенному Кирову, затронем, наверное, стороны, понятные каждым слушателям, каждым жителям, и сейчас это быт, это торговля, это... В общем, переход от военной к мирной жизни. Да, ну известно, что кировчане узнали об окончании Великой Отечественной по радио, по радио было сообщение, как, собственно, и о начале Великой Отечественной, там до конца апреля уже промелькивали слухи о том, что вот-вот вермахт должен потерпеть поражение, и вот-вот будет объявлена победа. Итак, Евгений Альбертович, май 45-го. Очень тяжелая тема, конечно, вот после эйфории победной, вот дальше очень-то и довольно сумрачные страницы были, конечно, в истории нашей, поэтому в большинстве вот справочников по городу Ирову, их-то исторических аналог избегают освещать эту тему, вот победа, ура, ура, 9 мая, и сразу послевоенное строительство, индустриальный бум, строительство там улиц, домов и прочее, вот это выпадывает конец роковых, до 50-го года, об этом очень мало сказано. Ну, конечно, было по радио услышано, там же 8 мая фактически была подписана эпитуляция, были и это радиопрограммы, но безоговорочной и полной эпитуляции еще известий не было, поэтому люди дежурили в городе у репродукторов, или там в цехах были где-то, и утром рано пришло подтверждение, что да, Германия эпитулировала, поэтому образовались вначале стихийные митинги, люди стояли и у репродукторов ждали известий, люди собирались в цехах. Вот, ой, это завод, я уж не помню, но там, а вот здесь рядом через дорогу машиностроительный завод, вот он прибежал сразу в 4 утра, и директор, и там порторг, и начальник, и цехов все устроили, стихийный митинг, люди плакали. Вот, потом эти митинги, конечно, были уже дальше поддержаны, организованы в традиционном русле, что помимо ура-ура и слез радости возьмем повышенные обязательства, еще теснее сплотимся, ну и так далее. Еще больше продукции и так далее. Да, 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 перед этим был последний четвертый заем у населения, и поэтому вот все последние месяцы войны, эйфория предчувствия победы, люди отдавали аж то двухмесячные зарплаты, вот это представить войну, отдать, и два месяца жить вот. Безжелом, да, даже, тем не менее отдавали, чтобы быстрее приблизить, ну вот, вышли люди на театр. Ну да, тут поясните, если кто не в курсе, деньги собранные уходили, опять же, на вооружение, обмундирование, и так далее, и так далее. А тут буквально вот уже перед самой победой, тем не менее, был сбор денег, четвертый заем, вот, было собрано немало, в том числе, вот, многие добровольно отдавали, чтобы приблизить. И люди собрались на театральной площади, был официальный митинг, кстати, 9 мая 45-го года шел сильный дождь, даже по фотографиям осталось в памяти, что люди стоят под зонтами, играют у театра военный оркестр, вот. Ну и, конечно, с июня уже начали приезжать первые демобилизованные, но еще до этого, а уже где-то с начала нового года, 45-го город уже готовился к мирной жизни, уже, в принципе, еще где-то... 45-го, да, с наступлением 45-го. Уже фактически исход войны был ясен, уже оставались там это месяцы, поэтому надо было переходить, и принимались планы уже мирной жизни, то есть, все, что могли, и то, что даже не могли. Ну, в частности, в планах на 45-й год было заасфальтировать улицу Эрла Марса от драмтеатра до профсоюзной, что и было сделано. На север от драмтеатра. Потом обустроить театральную площадь, достроить, наконец-то, Дом Советов, который был недостроен, известно, перед войной, и был отдан под пехотное училище, квартиры эвакуированных рабочих, а верхние этажи вообще были холодные, нежилые. Вот это было, а самое интересное, знаете, что это... В сторону Дома Советов сейчас посмотрел. Да, да, да. В 45-м году уже были приняты планы о строительстве моста через Вятку. В том месте, где он сейчас находится. Мы имеем в виду старый мост. Видимо, финансы нашли через 15 лет, где-то 60-му году, а в планах уже действительно Горсовет в 45-м году, еще во время войны, вот было, что надо строить мост. Ну, город, что представлял из себя военный город. Конечно, после Победы все стали, да и весна было, сдирать светомаскеровку, сдирать эти накленные ленты, ресноунах, вот, отрывать, радоваться. Ну, об этом уже известно. Ну, город меньше 200 тысяч. В основном, вкраплениями редкие каменные дома были. Там дом вот напротив октября, дом театральной площади. Вот сама театральная площадь фактически была очень маленькая. Это вот примерно асфальтовый пятачок между нынешним сквером у фонтана и трамтеатром. Остальное все были жилые дома, огроды. Деревянные, да. Длинный барак, где находился суд одного из районов. Вот, были, конечно, заводы. За время войны приехали десятки заводов. Было... Вместе с людьми. С ними огромное количество людей, в частности. Пришлось уплотнять... Где-то нужно было размещать, да. Да, уплотнять. Были более-менее нормальные склады. Население и бараки были по облегченному варианту построены. В заводских районах все это, конечно, подлежало немедленной какой-то реконструкции. Сносу или какому-то преобразованию все-таки? Надо было что-то делать. То есть, большинство домов не ремонтировались с 17-го года. Вот, с уплотнением. И, впрочем, все это обветшало. Заборы были порублены на дрова. Много. Очень. Ну, не все, конечно, но часть. Потому что тоже и с топливом были проблемы. И в итоге, 45-му году на человек... В Ирове приходилось где-то 3 с лишним метра жилой площади. Катастрофически незначительно. Причем, по большей части, это была площадь неблагоустроенная. Где люди спали там очень скучно. Вот, военные бараки. Там бывало, что до 70 человек где-то в одном помещении в комнате спали. Вот, все это, конечно, проблем было массой. И надо было их решать. И вот, я думаю, что сразу после войны, все это, учитывая огромный людской ресурс, все это и в городе... Хотя говорят, что жизнь не менялась до 50-го года, но, я думаю, что началось уже из 45-го шевеления. То есть, город облагораживался. Тем не менее, в 48-м или в начале 49-го дома был достроен и запущен полностью дом совета. В серый дом, дом правительства была благоустроена. Площадь строились, даже здание гражданского назначения. В частности, в 48-м было построено сгоревшее на той неделе кулинарное училище. На московском. Нынешний... Ой, это колледж, да, пищевой и промышленности. То есть, 70 лет. Да-да-да. То есть, в честь 70-летия вот такая трагедия. Ну, жизнь была, надо было жить дальше. Вот в 45-м, конечно, был огромный поток эвакуированных, хотя... Ну, сами понимаете, что не все так просто. Эту огромную армию нельзя было в одночасье распустить. К тому же в августе началась война с Японией. Это снова были митинги, где снова на предприятиях клеймили... Этот самый... Японский милитаризм. Милитаризм. Вот. Призывали там быстрее разбить Японию. Ну, конечно, шли и похорон, и вот где-то и почта, может быть, блуждала. И очень больно было, бесспорно, в последние дни войны или даже после победы. Это вот огромное горе получить похорон от Берлинской операции или позже из Японии. Да и просто когда-то там затерялось и находила адреса от бумага. Вот. Но, тем не менее, волна была уже начиная с июня демобилизованных такая большая, что у всех вокзалов строили огромное временное помещение брачного типа для размещения. Туда интересно было постановление горсовета завозить газету, дежурного библиотерия, дежурного агитатора. Ну, видимо, чтобы санпропуск и вот там и прочая эта временная структура, чтобы рассредоточить и отправить дальше. Потому что ведь не было этой гиперцентрализации. Город Иров практически и в области мегаполиса, районы практически и пустынные. И дороги туда отсутствуют. Эта баланса надо было отправить в районы. Кроме этого, в госпиталях тоже немало количества в Ирове находилось раненых. И после, в том числе и тем, кто уже получил или кому светила инвалидность, их надо было куда-то. Также поэтому тут же была развернута какая-то структура по обучению инвалидов, находящихся в госпиталях, по сильным им профессиям. То есть еще в городе можно было куда-то устроиться над домником, делать там игрушку, делать и это простые операции. То в сельской местности это, конечно, была более тяжелая проблема для инвалидов. Работать они могли не везти, учитывая отсутствие техники. Но, тем не менее, там по прибытии даже в самое бедное хозяйство давали до 100 лограмм хлеба. Выписывали там, ну, то, что могли, пару валенок, пару кожаной обуви, какую-то одежду. Вот народец возвращался, там у Высоцкого было, возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. Вот. Ну, в общем, такие масштабные, да, людские процессы происходили. Очень, конечно, было непросто. Ну, конечно, не все было на фотографиях, что объятия, улыбки, усты сирени, все это было более прозаично. Но вот сам дух такой, он витал, наверное, не один месяц победный. Радости стихийные были. И это застолья во дворах, там приглашали случайных вот этих солдат, которые шли, столы сдвигали. Ну, дом, это кругом деревенские дома, вот на фоне именно их там, чего тут все равно все уплотненные жители, вот массово отмечали. И вот, может быть, эту эйфорию немного сбил следующий год, который был очень жарким. И в области градом побило массу посевов, и по утверждениям очевидцев, это был год даже тяжелее, чем многие военные годы. Самый тяжелый военный был 42-й. Это мороз был там, холодный. Морозы были, неопределенность, там оставят ли Москву, не оставят вот это, был психологически тяжелый. И вот 46-й, он был просто голодный год, 6-й конец, 47-й начало. То есть, в 47-м отменили Артач, но до этого все-таки было очень тяжело, особенно в сельском хозяйстве, где даже на трудодни, в общем-то, практически ничего не выдавали. Но, тем не менее, был, как бы сейчас сказали, был какой-то мониторинг и за инвалидами, и за ранеными. И принимали жалобы, это освещалось и в радиопередачах, что вот инвалиду дали комнату где-то в доме без дверей, без рам, без печь и без дров. Вот там такой-то начальник допустил упущение, надо это исправить. Как правило, вот еще успевали, несмотря на эти огромные массы, то есть, это отдельный случай, они остались и запечатлены уже в их-то документах. Ну вот, в целом же, конечно, была волна регистрации, свадеб, что было отложено. Поэтому говорят, что волна послевоенных детей 45-го года, это такой всплеск впоследствии, было очень много. Ну вот, если пройтись по улицам, конечно, много людей, наверное, еще года три ходили и донашивали военную форму, просто ничего не было. Невозможно было приобрести что-то иное, да? Нет, невозможно. Были довоенные, это если не выменяли на еду, стюмы гражданские находили. Да, но, наверное, не так уж это было. Конечно, не так. В Москве вот не было, если судить по фильму, там, место встречи изменить нельзя, там, и это и рестораны, и бильярдные, и народ относительно богатый. Но там, извиняюсь, было там людей состоятельных и военных большого ранга, генералы и полковники. Кстати, у полковников, майоров, ну не говоря уже о генералах, даже жены могли не работать. Войну эвакуированы, потому что денежный аттестат был, там, от двух тысяч, там, и выше, ну, от полутора, точнее, у майора, там, да-то. То есть большие деньги потянули. Да, большие. Средняя зарплата была 600-800 рублей, поэтому, ну, вот, конечно, в Москве жизнь была совершенно другой, тут была бедная. Но, тем не менее, если вот смотреть, то в этом были плюсы какой-то бедности, потому что, когда в 47-м отменили талоны, и уже 50-му году люди стали жить не богаче, скажем, обеспеченнее, то было отмечено, опять же, в документах, что выросло бытовое пьянство, то есть у людей всегда завелись и это деньги, и вот. Они тратили их, соответственно, стресс послевоенный, да, стресс, он же не сразу еще, эта эйфория прошла, и человек начинает вспоминать, вот, что... — Куда бы ему применить свои силы, да? — На войне. — Как жить здесь? — В 50-м, вот, это вот пьянство, особенно среди участников войны, оно было отмечено. Ну, а куда было в городе пойти? Было два, в основном-то, их торгово-культурных центра, скажем-то, в послевоенном Ирове. Это были рынки, конечно, первый рынок был вот возле, ну, где сейчас, вот, возле филармонии, чуть-чуточку севернее. Вот это старый рынок, где раньше был магазин Интинент, сейчас там какое-то, много чего-то там есть. — Ну, представили, да, это филармония, да. — И второй рынок, это старая пупырёвка, которую перенесли с Орломарса на место нынешнего Октябрьского рынка. Он был поменьше, это была, конечно, не замощённая, а грязная территория. Вот, были масса инвалидов у входа, куда без них после войны были. — То есть они просили милостыня? — Просили, до 50-го года они были. Вот, были пивные, где, ну, собирались, вот, люди, конечно, фронтовики, и они и выглядели. Вот, видимо, в шинелях, телогрейках, там, кто-то и с медалями, кто-то на этих самых тележках с Алёсием, если без рук. Вот эта публика собиралась, ну, что там было, ну, пиво там, рыба, это, вот, незатейливая была и публика, и потребности у них. Ну, вот, я подумал, что, вот, если бы кто-то бы, вот, из нынешних, продвинутых, вот, пришёл бы в ту пивную 45-го года, вот, или 46-го, там, 47-го, и с этими мужиками бы за столиком и сказал бы, что можем повторить, то, вот, не знаю бы, что бы с ним сделали. — Это вы имеете в виду вот эту? — Да, да, сегодняшнее расхожее наклейки на машинах можем повторить. Вот, пришёл бы человек, вот, в 45-м в пивную на рынок и сказал бы, я могу повторить всё. Ну, просто, очень долго бы били, наверное, сразу бы и без предупреждения. Хотя, вот, знаете, ой-то, потом... — Слушайте, а государство как-то поддерживало, ну, наверное, людям с инвалидностью, с оторванными конечностями, всё-таки пенсия полагалась, а люди, пришедшие, слава богу, без каких-то ранений. — Понятно, что после войны сразу всё не сделали. Но вот, к 50-му году в позднем 40-м отношении начало меняться. Снова началась эта милитаризация в обществе, то есть на смену врагу побеждённому фашизму пришёл какой-то империализм. — В лице Соединённых Штатов. И опять всё, что вот вы знаете, там начали и слухи ходить, ну, официально это не подтверждалось, что, конечно, вот после войны все ждали, что сразу вот заживём хорошо, что построят жильё, что сразу у всех будет много денег, там счастливая жизнь. А потом начали говорить, что нет, вот все деньги ушли на создание атомной бомбы. Вот надо ещё там... — Ну, в нашей, советской. — Да, надо потерпеть, поэтому вот. И эта история, конечно, и тянулась. Я ещё учился в школе в 60-е, когда нам тоже впаривали, что вот у нас люди живут и в подвалах, и в бараках. Это вот, конечно, надо ещё потерпеть. — Потерпеть чуть-чуть. — Да, после войны мы тоже не можем обустроиться. — А как с продовольствием было в первые месяцы? — В 47-м продовольствие было по арточкам, конечно. — Нет, я имею в виду с доступностью, с ассортиментом. — Ну, получше, чем в войну. А также ездили. Был замечательный фильм по повести Альберта Лиханова. Был снят у нас в Слободском. Русель на базарной площади. Вот там очень хорошо эта жизнь послевоенная показана. Военная, послевоенная, что ездили в деревни, пытаясь обменять что-то там ещё из мануфактуры, из одежды, из постельного белья, какой-то хлеб на масло, на продукты. Это, конечно, было всё по запредельным ценам. Ближе к последним сороковым уже, конечно, было определённое изобилие. Например, магазин «Рыба» на московской и на углу Казанской. Этот дом сейчас там, по-моему, магазинчик был продовольственный до недавнего времени. Сейчас закрылся. Стояли все витрины, заполненные банками с крабами. Причём, да. — На безрубье и краб рыба. — И не упали, потому что не были привычны. То еди, а эти банки, говорят, были завёрнуты ещё в пергаментную бумагу. Стоили они недорого, но были традиции. А то, что на... Вот представьте, дом старый там построил, ой-то, состоятельный мещанин там, или упец, или ой-то там чиновник. И этот дом поделён на множество-множество комнат, где вот эти живут послевоенные женщины. Там 10-15 вот у них этих комнатёных маленьких 2-3 мужика вот вернулось на всю эту... Вот у меня бабушка жила. Этот дом был на месте биотина. И русская печь. Ну, после войны чего был. Были, конечно, примусы. Опять же, довоенный керосин продавался везде. А почему-то в 47-м году возмущалась и правда, что в городе остались всего 2 магазина, продающего иеросин. И поэтому люди приходили после работы... Без гора был на керосине. Да, примусы на иеросине работали. Иеросин и эрогазы. Вот. И поэтому люди после работы, уставшие, приходили, видели огромную очередь. И просто не могли. Вот уходили домой, не зная, на чём готовили. А по выходным и праздникам, не поверите, устанавливались очередь на пользование русской печью. Потому что печь была обычно вот... Ну, большая ухня, у всех были столи и там по периметру со своими эрогазами. А уже с 50-х стали их менять на электроплитки. Но это считалось затратнее. Вот поэтому в Ирове вот была очерёдность на пользование эму, ватруш и печь. Конечно, там и... Ну, где там коммунал... И сами понимаете, где там мирные люди жили, где-то не очень. Вот. Но потом обычно все замирялись, давали попробовать свою продукцию. Всё там... И всё это достаточно дружно и мирно закончилось. Нам очень трудно понять вот этот менталитет, когда читаешь вот эти нюансы. Нам пора сделать небольшую рекламу. Сейчас паузу. Рекламную паузу, да, Евгений Альбертович. Евгений Питонин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета. Сегодняшнюю программу мы решили посвятить послевоенной обстановке в нашем городе с чисто такой человеческой точки зрения, максимально понятной каждому из нас. Продолжим через полторы минуты. Продолжаем разговор о послевоенном Кирове. Вот действительно, Евгений Альбертович упомянул в перерыве, что на самом деле неизвестная такая, во многом тёмная тема, вот эти послевоенные годы. Ну, не любили её освещать официальные истории. Не любили, потому что надо понимать, что жизнь, она и тогда была разнообразна во всех своих проявлениях. И много было и трагедий, когда люди возвращались, а некому было вернуться, не говоря уже о том, что не возвращались люди. Ну, вот ещё о трагедии. Было очень непросто, да. Вот о взрослых мы сказали, а сейчас о самых маленьких. Ну, опять же, Высоцкого процитирую там. А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось подтанки. Не досталось им даже по пули в ремеслухе. Живи да тужи. Не дерзнуть, не рискануть, но рисканули. Из напильней делать ножи. Вот это вот шпана. Послевоенная безотцовщина. Шпана был луас военного времени, 40-го года, где в обязательном порядке принуждались работам в сельской местности молодёжь с 12 лет, в городе с 15. Ну, может быть, а то учился. Принуждались, ключевое слово. То есть были мобилизованы в школы ФЗО, на заводы. И всё, конечно, вот есть знаменитые снимки, где маленький мальчик стоит на деревянном ящике, чтобы дотянуться до станка. И выполняет план вот эти трогательные фотографии. Но есть и обратная сторона этого дела. Закончилась война, но, тем не менее, вот ввели уже выходной, с 47-го года появился один выходной день. Воскресенье? Суббота? Можно было, но, тем не менее, уволиться в воскресенье, но, тем не менее, уволиться с предприятия тоже было нельзя. И вот такое интересное нашёл я письмо на просторах интернета. Это письмо, характеризующее царевшее в СССР порядок и в консессоры выход. Вот я сейчас текст письма прямо и зачитаю. Пишет директор школы. Дирекция и парторганизация ФЗО номер 35, где учился ваш сын Владимир с марта месяца 48-го года по октябрь 48-го. Сообщаем, что сего числа ваш сын совершил государственное преступление, то есть дезертировал из школы. Своим необдуманным поступком по иную школу он толкает себя на СМЮ подсудимых, согласно УАЗа Президиума Верховного Совета СССР, 28-го, 12-го, 40-го года, вот я упоминал. А вы, родные, принявшие дезертира и не принимающие мер к возвращению, будете платить, обращая внимание, в пятиратном размере, за полученное обмундирование, а также за питание, иммунальные услуги, то есть за все то, что затратила на него школа в течение пяти месяцев. А, то есть на полном обеспечении, да, он находился в школе? В пятиратном размере судить вашего сына, а также взыскать с вас с родных деньги за прожитое время, израсходованное на это деньги, не в наших и ваших целях, так испортить жизнь вашему сыну, посадить его в тюрьму, а также подорвать ваше хозяйство мы не хочем, а также думаем, что и думаете вы. Поэтому просим вас, товарищ Степанов, выслать сына в школу ФСО, имеется в виду, не позднее 1 сентября, если этого не сделаете, будет оформлено дело в суд, взята санкция на арест вашего сына в прокуратуре, и представитель школы выйдет по месту жительства для того, чтобы этапировать или судить на месте вашего сына директора школы Пелевин. — Ну вот понимаете, молодежи, может быть, были и это прорывы, но вот эти школы, я понимаю, что была война масса предприятий, работающих круглосуточно, и надо было все для фронта, все для победы, фронт там проходит через наш город, также есть вот книга «Город, овавший победу», где в третьем томе у меня много описано о работе предприятий Ирова военное время, но вот эти пацаны в 1948-м, три года уже нет войны, их собирают и отвозят из родной деревни, из родного города, у дата ФСО, несмотря на склонности, вот, и я бы не сказал, что там были и это порядки, в институте благородных девиц, а даже там знаменитая школа имени Достоевского, республика Шит, она выглядела бы довольно вегетарианц, и вот на фоне вот этих военных, послевоенных ФСО, где писали, что, конечно, местные или там старшие, было вот эти же, почему бежали, не было зачастую никакой-то одежды, вот хотя вот говорили в пятикратном размере, выдавали там, ну, какое-то старье. Это, видимо, благополучный случай. Вот где-то было в комментариях описано, 100 этих отправят пацанов, из них 20 в общежитие в одну комнату, а остальным выдали по матрасу, и в частности, где они спали на полу, где у них не было возможности ни умыться, ни приготовить еду, ничего. Много элементарного, да. Они там, да, в овшах жили, и к тому же, если питание было на заводе горячее один раз, это было овсяный суп и соевая каша, как правило, ежедневно, или суп из этих, из опустных очисток, вот хотя бы что-то, а в выходной их вообще не пускали в столовую завода. И, тем не менее, вот отнимали еду, даже где-то удивился, что фаты ленинградцы, эвакуированные ленинградцы отнимали еду вот у тех, кто был послабее, вот где-то тут описано, так же есть воспоминания. Естественно, что тут можно ожидать от человека, там, 13-14-15 лет домой побежит, все рвались в деревнях, где-то описан случай, тоже вот был, что и мой, там какой-то дядя, он бежал, а бедные девицы, школьницы, их на лесоповал мобилизовали, вот они работали всю зиму в лесу, они тоже бежали оттуда, потому что в дырявых сапогах, там, или в телогрехах у них и валяна, это не было, бежали, их ловили, я не думаю, что всех сажали, но были, может, единичные посадки, но, конечно, там, определенная часть, там, для устрашения была действительно отправлена в Алонии для несовершеннолетних, большая часть просто отлавливалась и возвращалась. Но правоохранительные органы в это время тоже были укреплены, чтобы отслеживать все эти инциденты? Тут у них хватало и других проблем, вот представьте, с войны пришла огромная армия человек, которые умели обращаться с оружием, которые, в принципе, на территориях, любили говорить, освобожденных, привыкли, в принципе, в качестве трофея легко брать все, что плохо или не очень плохо лежит, или кому-то принадлежит, и, ну, не большинство, конечно, но определенная часть их просто не вписалась в жизнь вот эту, то есть не нашли работу, причем это были люди разные и поумнее, там, и образованнее, и, ну, вот даже если вспомнить эту же пресловутую банду «Черная ошка», там, начиная от людей относительно образованных, там, и умеющих себя подать, вот вроде, их там, до бывших разведчиков, героев, там, и вообще малограмотного хулиганья, ну, точно так же и в Ирове. Вот у меня дед знакомый был, Слободскому, дядя Саша такой, Александр Сергеевич, умер он уже, его мобилизовали, он работал на торфозаготовках машинистом паровозе Лечного. И это надо было... Какой год? Послевоенный уже? Война, послевоенный, конечно, да, послевоенный. И вот даже после войны надо было от Слободскова ехать вот до этого Арино, там, или... Арино, да, поселок, где вот были торфоразработки, у него был мотоцикл, это он, видимо, собрал там из трофейного, или какой-то был, и вот где-то он раздобыл оружие все равно, там, и привозили, это трофейный Вальтер, ну, дома тоже милиция, мало ли, у него в пне был этот, за городом Вальтер хранился, он выезжал, и рулю мотоцикла Вальтер этот пристегивал, потому что вот даже на этой вроде бы безопасной дороге от Слободскова там могли быть, и это, ну, не знаю, дезертиры, не дезертиры, но люди явно с криминальными наклонностями, которые, в принципе... Это антисоциальные, сейчас бы сказать, элементы. Опять же, вернусь к фильму Лиханова, Русель на базарной площади, вот чем закончилось такое же нападение на горожан вот этой банды в лесу, и там слепой человек от них отстреливался, в принципе, вот это было, милиция была малочисленно, а проблем была... А милиция тоже, если набиралась, тоже из бывших фронтовиков, до пропорядочных? Милиция, ну, женщины регулирующиеся пришли, конечно, да, старались брать, там поднимали, но зарплаты были очень маленькие, и численность милиции, и было очень характерно, вот, ино, тоже послевоенного времени, называлось оно вор, да, ой, это гастролер, он украл где-то форму офицера, помните, такое, 90-е годы? Да, да, да. Там в шестером потащить куда-то, автозарков не было, конечно, но куда-то, то вряд ли бы эта среда фронтовиков на это бы так же отреагировала, поэтому проблема, конечно, и добавила амнистия, опять, ну, забежим немного вперед, но 1953 года амнистия, конечно, отпустили в первую очередь уголовник, что наглядно было, опять же, в фильме «Холодное лето» 1953 года. У нас, конечно, город оказался на перепуте, это Светлаго, северных зон, с лагерей Оми, там, с Воркуты даже ехали через Иров, и огромные толпы уголовников рассредотачивались вот на... Залегали на дно, так сказать. По городу, да. Евгений Анатольевич, к сожалению, сегодняшние программы, время у нас истекает, давайте, предложил, продолжить через две недели, как раз вот рубеж 40-х, 50-х, такой жизненный... Хотелось бы все, и на какой-то оптимистичной ноте, что вот годы были, конечно, сумрачные, но, опять же, вот, был какой-то у людей очень радушный настрой, и, несмотря на все тягости быта, люди верили, и было светлое будущее, и ждали его, и надеялись. Спасибо, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея АТГУ, мы продолжим эту тему через две недели в программе «Союз нерушимый». С Днем Победы еще раз хочется поздравить, праздник остается и будет оставаться самым светлым, и Евгений Альбертович уже упоминал, да, не надо повторять, да, Евгений Альбертович? Не надо, не надо этим... Фронтови и бы не поняли бы. Спасибо, до свидания. Сделано в ветке.